Сильные морозы стоят и в Европе, в итальянской Венеции. Впервые за 80 лет замерзли каналы. В Риме завалило снегом колизей. В другие европейские страны тоже пришли метели. Снежно во Франции, Австрии, а в Хорватии из-за снегопадов погиб человек. О суровой европейской зиме Ксения Ветвицкая. В Европу испытывают на стойкость все новые температурные рекорды. В итальянской Венеции из-за небывалых для регионов холодов замерзли каналы. Такого в городе не видели уже 80 лет. Но несмотря на морозы, традиционные карнавалы не отменили. Ежегодные торжества стартовали накануне. Сезон открылся так называемым праздником на воде. Правда, в таких погодных условиях это скорее праздник на льду. А севернее Альп сильнейшие метели. Во Франции завалило снегом дороги. На шоссе образовались километровые пробки. Полиция не успевает регистрировать ДТП. К такой погоде оказались неготовые туристы. Многие просто не рассчитывали на сильные холода и снегопады. Труднее всего пришлось тем, кто путешествует на личном транспорте. Такая погода – большой сюрприз. Все замело. Машины не могут проехать. На особое положение перешли спасатели Боснии и Герцеговины. В стране не прекращаются поисковые операции. Экстренные службы вызволяют застрявших снегу автомобилистов. В некоторых случаях до пострадавших не добраться на машинах. Спасатели используют для этого вертолеты. В первую очередь мы помогаем тем, чья жизнь сейчас в опасности. Но я надеюсь, что скоро мы сможем добраться до всех, кто оказался заблокирован в собственном доме. В Хорватии десятки деревень отрезаны от внешнего мира. Через двухметровые сугробы не может проехать спецтехника. На вертолетах до петствующих районов тоже не добраться. Мешает сильный снегопад. Спасателям приходится добираться на снегоходах. Они доставляют пострадавшим продукты питания и воду. А вот в Греции заметно потеплело. Сейчас там идет дождь. Из-за ливней, которые не прекращаются несколько дней, в стране начались сильнейшие наводнения. Под водой оказались сразу несколько городов. Есть сообщения о жертвах. В Пиргосе пожилая женщина не смогла выбраться из затопленного дома. Десятки человек пострадали. Ксения Витвицкая, Вести.